А еще надписи, смотрите, шальная императрица. Мы отправляемся на море. Мы тут с Танюшей кушаем. Не знаю, мне кажется, может я превращаюсь в жаворонку. Что, девочка, иди отсюда, давай, да? Привет, мои хорошие, начинаем новый влог. Сегодня у нас отмечают день рождения моя сестра и Жанна, подруга моей сестры. Короче, у нас целое сегодня это приключение будет. Ко мне пораньше приехали брат с моей племянницей. И смотрите, что они будут сейчас делать. Что, Настя, будут делать? Красить ногти. Смотрите, я им тысяча и один лак предоставила. У них растерялись глаза. Говорит, так много нельзя. Сейчас я, Виталия, будет пробовать. Это можно сверху какого-то лакое чувствую, да? Да, ну вот он такой прозрачный и вот с некоторыми блёстками. Можно сверху, да. Вот такой попробуйте. Смотрите, как он переливается красиво вообще. Только его взболтать как следует надо. Вот. А я сама недавно, вчера сделала вот маникюрчик тоже себе цвета. Ну, чтобы ты выбрала, видишь, так более наглядно видно. Какой цвет. Видишь, какие красивые. Вот, кстати, вот этот красивый. Надо поискать. Короче, мы здесь выбираем. Виталий, в общем, сделает маникюр. Видите, у нас как в салоне. Это с этим будет прикольно. Это это на унести, а этим ещё взбодрить, да? О, смотри, какой у тебя вкус шикарный. У нас кресло, смотрите, как в крутых салонах. А белый тоже у нас сейчас белый. Ты ходила когда-нибудь в такой салон, чтобы папа тебе ногти красил? Не, ну, папа, ты первый раз будешь красить? Не, когда ты красил, да, Настя? Давно ещё в детстве, когда я была, павли. Покажем, короче, потом, что получилось. Покажите, у вас маникюрчик уже есть, да? Стерные ногти, молодцы. Ляльки вообще есть. Так, а кофе-чай будете пока? Кофе-чай. Ты что будешь, Настя? Будешь, хочу качать. Ты, понятно, ты ничего не хочешь, да? Печеньки, конфетки. Вес тебе кофе, да? Латы, как я люблю. Вот, короче, мы собираемся потихонечку. И я сейчас, пока они тут салон красоты наводят, я тут же себя в порядок приведу, а то я в ужасе. Денька бегает тут, Милу кормит на диване. День, ну не корми её на диване, у неё есть своё место, она там и кушает, вот приучает её. Кушать непонятно где. Вот здесь она кушает всё, это её место. Вот сестра исправляет мои косяки. Я начал делать. Виталий сделал первый слой. Вполне себе даже, ты знаешь, очень хорошо. Тут вообще я три, кажется, сделала. Можно брать деньги за это. Теперь переделали. Вот, Настюха счастливая. Ну, красивая, как он будет. Чуть-чуть поправим, сделаем второй слой, всё. Я первый раз буду делать маникюр племянницей. Так, мы накрасили ногти, папа кормит конфетой дочью. Пока, пока что, пока ногти... Ну, скажи, папа, дай конфетку. Смотрите, как у нас получилось. Ох, майка. Вкусно, я целую, это не съешь, если будет полнады. Вкусно? Короче, белые сделали. Это Виталик придумал, сделать беленькие и зелёненькие. Не, больше не надо. Куда конфеты? Куда много конфет? Нельзя. Мам. Печеньки вон ешь. Нет. Короче, вот такие салатовые у нас два нокаточка, остальные белые. Здесь и здесь. И сверху блёсточки такие, мерцайки. А что делает Дэнни? Дэнни в очках играет. Которые они... Уникум просто. Смотрю в потолок и играю в игру. Короче, очки прикольные такие. Там это, лёжа, можно читать в очках. Я делала на них обзор на втором канале. Они так понравились, как игрушка. Я одни такие очки подарю племяннику своему. Вот у него день рождения, как раз сегодня идём. Пусть развлекается. Одни деньки оставлю. Прям всем нравится в них ходить, что-то делать для детей прикольно. Как медленно я раскачиваюсь. Короче, пока приготовила подарки, там все дела. Виталий остался с детьми. А я пошла голову помою. Приведу себя в порядок. Искупаюсь. Прямый душ. Всё сделаю. Потом покажу, как я решу. Хотя голова... Хотя нет, не свежая. Лень просто. Так, ну что, мы готовы. Дэнни, смотрите, как нарядила. Я ещё переодевалки с собой взяла. Такой он у меня стильный мальчик. Настеньку накрасили ногти. Накрутили волосы. Всё красиво. Брат с бородой. Всё отлично. А я... Я-я-я. Это я тут выбирала второй лук. Тут убиралась. То есть сюда... Та-дам! Тун-тун-тун. Могу вам показать себя. Ой, вы, наверное, там в зеркале увидели, да? Короче, я сначала вот в этом платьице решила пойти. А потом вспомнила, что сюда прекрасно подойдёт пиджачок. И вдруг там будет холодно-нехолодно. Раз, сняла. А сверху я один пальтишко. Кстати, вот это вот у меня осенние тапочки, да? Но мы туда сделали термостерлику, которую я взяла в фикс-прайсе. Так что похожу. Приду, потом скажу, как было. Хорошо, нет? Так, ну, в принципе, так, поднакрутилась. Голодная, просто жесть. Поедем на машине. Так что 35 лет моей сестре. Будем отмечать тусить. Будем отмечать тусить. Так, смотрите, мои дорогие, пришли девочки. Устроили. Посмотрите, я просто за таким столом 100 лет не сидела, когда вот, понимаете, вот так подготовились. Это бургеры, бутербродики. Я сейчас вам такие здесь моменты. Вон, ёжики. Сейчас я всё покажу. Мясо, картошка, все дела тут разливают всё. Место такое шикарное. Мне кажется, тут надо будет что-нибудь обязательно замутить. Смотрите, вот это просто красота. И цветов не надо, да? Столько красот. Смотрите, ёжики, ёжики. А кто делал ёжиков? Жанна. Жанна делала ёжиков. Вы понимаете? Это жанна. Жанна, рукоделец, да. А у них, кстати, у двоих день рождения, ну, только вот чуть-чуть у Жанны прошло, а у Кати тоже прошло. Вчера было, да? Вчера было. Короче, смотрите, каких она ёжиков сделала. Да, да, конечно. А что там, блин? А вот тёмный ёжик. Да, да. Это груша, зубочистки, да, и на них вот накрасили эти виноградинки вообще. Я, короче, такая голодная, я хочу всё сейчас есть, пить. Включаем музыку и отдыхаем теперь. С Новым рожденьям! У нас сегодня свой личный кинотеатр с X-Box'ом, с фильмами, с караоке. Ирина, поделитесь своими эмоциями, как вам? Нереально круто вообще. Давай, давай, если ты походишь. А чё я? А, ещё кто не хочет? Я поснимаю, если не оператор. Я хочу. Вау, какой ёжерикой! У меня есть один маленький секрет, который я хочу вам рассказать. Я, на самом деле, фокусник и иллюзионист. Руки пустые, пустые. Сейчас будет самый сложный фокус в мире. Вы готовы? Да! Всё, отлично. Видите, шарик этот, любое имя. Валера. Жанна. Жанна, да? Отлично. А это Чкатя, да? Что из них бывшая? Бакарик. А, в смысле, извиняюсь, извиняюсь, да. Так, Катя и Жанна, да? Да, нет, Жанна и Катя. Жанна и Катя. Жанна и Катя. Жанна и Катя. Катя вправо. Отлично, всё. Держим, держим крепко, руки. Ни в коем случае не объединяй, потом будет бабах. Не жимай Жанну, ей больно. Готовы? На счёт три произойдёт настоящая магия. Жанна, дай мне два. Я чувствую, они разлагаются. Два, три. Разлагаются. Почувствовали что-нибудь? Да, они бьют меня там пунктом. Серьёзно? Да. Открывайте. Их уже по пять. Открывайте руки. Теперь Катя здесь, Жанна здесь. Они поменялись. Вы, Катя. Вот всё. Хорошая реакция, очень хорошая реакция. Но на самом деле фокус на этом не заканчивается. Теперь я возьму Катю и положу к себе в ручку. Жанну я положу к вам. Жанна здесь, Катя здесь. Правильно? Раз, два, три. Катя. Катя вышла с часа. Катя вышла с часа. Катя вышла с часа. Что ты говоришь? Так, я тут подготавливаю тортики. Смотрите, у нас две именинницы, и они две скорпиочки. Смотрите, какой красивый, красивый тортик. Сейчас я зажигаю, и не всё. Её давать свечи. Хороший, чай, бедвайка. Хороший, бедвайка. Хороший, бедвайка. Хороший, бедвайка. Смотрите, какой красивый тортик. Три, два, один. Задувай! Дубль два, дети, задувай. Дубль два, дети, дети, дети. Дубль два, дети, дети. Мы дома. Данечка раздевает. Отстегни сначала кисть. Отстегни там сбоку. Всё, собираем, вешаемся, короче, вешаемся. Уже мозг не соображает. Сейчас, короче, разденемся и вернусь. А всё, а всё, всё, переоделась такая вся на домашнюю. Так, что я хотела сказать? Мы прекрасно провели время вообще всей семьёй. Жалко мамочки моей не было. Она была с нами, но она, честно говоря, очень устала. И прямо это не готова была к такому торжеству. Поэтому она отдыхала дома. Она и устала, и плохо себя чувствует. Периодически уже устает. Мы хорошо погуляли, попели. Такое местечко классное на Тиболе. Хотели Новый год. Идея у нас была Новый год отметить там всем вместе. Но уже забронировали. Ну, конечно. Чё, уже полтора месяца осталось за Новый год. И, конечно, забронировали всё. Надо было хотя бы там за три месяца, может быть. Ещё был бы шанс. А так нет. Вот. Ну, с новым местом, я думаю, мы не будем экспериментировать, да. И, в общем, как и было по плану, дома отметить Новый год. Вот. А так классно. Там такой большой экран, кик, караоке, кинотеатр можно, да. Там мы попели, звук хороший такой, потанцевали. И места много для всех. И фокусы у нас были. Все очень классно всё организовали. Прям давно так хорошо не отдыхали, чтобы вот не толкаться, да. И всем было место. Вот. Наготовили такую кучу девчонки. Это, вы знаете, когда есть вот Жанна. Это Жанна. Жанна инициатива. Есть такие люди, которые вот любят, чтобы столы ломились. Прям, знаете, от всяких вкусностей. И Жанна ещё готовит всё время там как-то необыкновенно. То есть, у неё очень красивые такие получается еда. Вот. Ну, и, конечно, очень много еды осталось. Там все взяли себя домой по чуть-чуть. И им ещё есть, мне кажется, целую неделю всё, что осталось. Вот. Так было вообще очень круто. Классно. Сейчас 5 минут первого. Вот. Сейчас будем спать. Доброе утро, мои хорошие. День следующий. Блин, я не знаю, сделать мне сухой шампунь или нет. Короче, мы отправляемся на море. Мы отправляемся на море. Да, у нас, кстати, недалеко, 60 километров от Ростова где-то, есть Таганрог. В Таганроге есть море. Мы отправляемся в специальное заведение. Там бассейн, там для детей. Там баня, парилово. Вот. И море рядом. Планируем мы пофоткаться и отдохнуть. Едем с Таней, вот. И вот, вот, в компанию едем, короче. Таня едет с другом, и я еду с Таней. Вот. Едем на разных машинах. Мы с Денечкой на своей, Таня на своей, потому что, ну, мало ли что, как бы с детьми непредсказуемо, чтобы не зависели друг от друга, потому что они могут быть останутся, пофотографироваться могут быть, могут быть, может быть, вот, а я, может быть, захочу поехать раньше домой, кто знает, да, чтобы вот мы не тревожили друг друга. В общем, набрала несколько образов, хотя несколько, парочку образов набрала для фотографий, посмотрим. У нас заселение в 2 часа, время, конечно же, сейчас уже начало второго, да, и нам ехать 60 километров где-то 1,5-2 часа, пока еще Тане надо заправиться, Тане нужно подкачать эти колеса и так далее. Ну, в общем, сейчас такая голова не свежая, потому что мы собираемся сейчас париться. Мы прям идем и сразу в бассейн париться, вот, а потом уже вечером ужин, спать будем там, да, утром встанем, такие планы у нас, утром встанем, поедем в одно местечко, в один ресторанчик, там пофотографируемся, там очень красивая аллея и ресторан, надеюсь, вкусный, вот, что-нибудь перекусим и все, и отправляемся назад, где-то во второй половине дня, вот так вот, а может, это и к вечеру уже будет, но точно не по темному. Вот, все, собрались, вот они, чемоданы наши, здесь у меня одежда, там тоже там одежда, там купаться, то все, вон еще пакет целый, еще надо по дороге мне посылку отправить, кофе взяла с собой, все, одеты, до конца одеться надо, что у меня, только вчера протирала зеркало, какие-то разводы, что за фигня. Мелочка остается одна, я прям переживаю, но я ей кучу еды навалила, покормила ее ее любимыми вкусняшками, это у меня караоке, кстати, стоит, я тут караоке организовываю, да, могу петь пока дома, воды ей кучу налила, и там, и в стакане даже на этом, потому что она может там не пить, если она не свежая, да, а вот со стакана на кухне она попьет, поэтому я переживаю просто, чтобы ребенок у меня не остался без воды, без еды, всего полно, вот. Вот, ну и все, одеваемся. Так, ну что, вот такой будет мой первый образ для фотосессии, что-то типа того. Денечку тоже я там разную рубашечку ему еще взяла в ресторане, может быть, пофотографироваться, но что-то я тормознула, надо было взять еще платьице, может, я сейчас закину платьице одно, которое не мнущиеся. Вот, все, выезжаем, короче, Таня уже поехала там куда-то, я, короче, поеду уже, наверное, прям туда, и там встретимся. Так, последние мои видосы были, у меня пятно какое-то на камере было, блин, не всегда я могу отследить вот это вот дно на камере. Мы едем, мы в дороге, пробочки собираем, потому что нынче вторник, да, вторник, сегодня вторник, слякоть у нас не морозно, это хорошо, конечно, с одной стороны, что не холодно для фотосессии, с другой стороны, слякоть, хрен его знает, вот, мы едем по прямой, Таня там пока заедет туда-сюда, мы вот едем уже. Я пью кофе, вторую кружечку сделала себе в дорогу. И сейчас доеду до шоссе, по которому мы уже вместе поедем, там я на заправке остановлюсь, мы сходим, сойдем в магазинчик, заправимся, может, подзаправимся еще, чтобы уже потом не останавливаться. У меня расход, в принципе, хороший, мне и туда, и обратно хватит быстро. Вот. В общем, едем. Едем по трассе, погода какая-то туманная у нас тут, плохо видно, но мы едем не спеша, вот, еду, держа дистанцию за вот этим вот КамАЗом, да, наверное, и вполне себе, еду где-то 70-80 километров, не больше. Осталось 40 минут до цели. Таня где-то впереди, наверное. Осталось 5 минут, еду, справа вижу какой-то, не знаю, завод, что ли, такие масштабные какие-то сооружения, какой-то жутно гоняет сразу, и дома, которые рядом стоят, тоже жутно гоняет. Ой, вообще, короче, у меня тут такое, я тут еще аудиокнигу слушаю по дороге, и вообще все вместе у меня тут вообще такое в голове происходит. Жуть, короче, какая-то ужасающая. Вот. Короче, 5 минут осталось, Таня уже там приехала, мне вот чуть-чуть усталось уже. Будем выходить. Видите, сооружений много вот таких. Ну что, мои хорошие, мы пришли, смотрите, здесь балкон у нас один на двоих, вот такое местечко у нас. Вот здесь мы будем спать с Денечкой, телевизор. Вот здесь у нас что? Душик вот такой вот небольшой, туалетик, раковинка, фен, все есть, очень уютная, маленькая, холодильник, кстати, там даже бар у нас есть, и выход на балкон. Боже мой, Деня, смотри, как тут красиво. Давай проветрим все одно. Ой, и погода прям зашибись. Можно здесь? Иди сюда, котик. Иди посмотри. Ух ты. Денька уже с кругом. О, смотрите. Море. Мы на море. Надо перепарковаться, кстати, куда-то сюда. Да? Супер. А вот ребята вот здесь должны выход их быть здесь. А Таня ломится к нам. Ломится. Да и не надо залазить. Иди сюда. Все, пойдемте переодеваться и... Да, переодеваться и бежим уже купаться. Так, ну что, мы пришли. Смотрите, вот так, в общем, покажу вам все здесь, чтобы вы не успели разглядеть чужие лица. Вот здесь вот наши места будут. Мы закинем сейчас наши вещи и пойдем в бассейн не покупаемся. Всякие там, вон, добрая русская банька там. То-сё, короче. Тут можно покушать, заказать еще. В общем, чуть-чуть подсниму чего-то. Вот здесь небольшой бассейн. И куда он ведет, интересно? На улицу? Ну-ка посмотрим. Бассейн. Бассейн, да? Вот здесь мы с тобой будем скрабики и все такое. Вон, душ, скрабирование, массажник. Короче, будем изучать. Вообще здесь очень тепло. Сейчас еще посмотрим, что там, выход какой-то. А ну-ка давай шагай, только тапочку не потеряй. Давай, шагай. Раз. Ой, ты прыгаешь? Давай, два. Молодец. Пойдем, идем. Альпийский соляной грот. Мы тут посидим обязательно. Да, место. Так, и все. Зона детям запрещено. Что-то там страшное происходит. Тебе туда нельзя. Ну, все, пойдем на наше местечко. Все. Девочки, вот чем плоха стеклянная бутылка. Представляете? Ну, со стекла, конечно, супер пить и все такое. Это не пластик. Но вот она разбилась. Печаль какая. Все. Мы с Денькой поплавали чутку. А теперь мы смотрим на такое красивое вот тепло здесь. Греемся, короче. Вот. Классненько. Классно, День? Да. Тебе нравится? Рыбку мою. Видите, как это будет? Ой! Ой! Жесть! Я на это не решилась. Я бы походила в дорогу. Попекал. Говори. Что? Что-что? Хочу плавовать. Плавовать? Хочу пасть зелень. Думаю, насколько... Спать. Насколько... Давай спать. Я зажралась. Давай спать. Ну да, по-другому как не скажешь. Давай спать. Стой, День, вот одеялко. Возьми, на. Не надо это тянуть. Грязное вот это чистое. Ох, какое одеялко классно. Мягенько. Пиздало большое. Честно, я не знаю. В этом заведении даже была перестановка. Я здесь была реально 10 назад с Таней. Вот. Но с тех пор прошло много времени. И, ну... Я не помню, как было. В отеле я, честно, здесь не была. Мы просто ездили, отдыхали. В бассейне, то да, сё. Ну, как-то у меня как будто дальше больше, лучше были впечатления какие-то об этом месте. Мне казалось, что здесь покруче, чем сейчас после ремонта, да. Не знаю, завтра будет утро. И, возможно, я сюда приехала ради утра, чтобы встать, пить кофе и посмотреть на море, да. Крошки, ну чё? Я уже вся в биг-тесте. Вся в биг-тесте. Мы тут с Танюшей кушаем. Чё ты заказала? В биг-тесте. В биг-тесте, только в лаваше. А, уже кушать в биг-тесте? У меня Роял Делюкс, мой любимый. Короче, пирожочек Деньку кушать. Почу хлеб. Ну, он укусил, представляете, биг-тесте. Сейчас ещё дам попробовать. Так, ну что, мы пришли от Тани. Поели как следует, наконец-таки. Время сейчас. Пол первого. Охренеть. Всё, быстренько спать. Нифига себе, мы завтра не проснёмся. Ну, нам на завтрак не надо. Потом, короче, покушаем. Фу, блин, я устала. На самом деле, сейчас уже посидели, потрендили, поели. И классно всё. А у меня опять на камере какая-то фигня, да? А ещё я сейчас включила телевизор. Кажется, что как будто камера грязная. А ещё я сейчас включила телевизор и идёт Доктор Хаус. Четвёртый сезон, шестая серия. А у меня тут была идея вообще его пересмотреть. Потому что это один из моих любимейших просто сериалов. Обожаю. Короче, набрала я кучу вещей, девочки. Не знаю, зачем. Смотрите, что это такое. И деньги, и рубашку тут, и платье. Сегодня рассказывала, как должен был быть мой вечер. Уже должна была быть фотосессия. Её не было на берегу моря. И уже вечером я должна была поужинать в платье. Тоже должны были быть фотки. Нет. Куча одежды. Короче, я не знаю, завтра мы вообще поедем в то место фотографироваться. Или мы просто по набережной походим. Сделаем на море фотографии, если удастся, да? И, кстати, смотрите, что я сейчас обращаю внимание. Вот сейчас я не сушила свои волосы. Посмотрите. Они очень прикольно заворачиваются. То есть я вообще их не расчесывала. Просто вот я помыла голову. Побыла какое-то время в полотенце. Потом сняла полотенце. Чуть-чуть их вот так разветывала. Ни расческой, ничего. И вот пока мы болтали, то всё ходили. Они у меня высохли. И посмотрите, как круто высохли. Как будто я уложилась. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет завтра. Да? Сейчас вот мне нравится. В принципе, можно делать прикольные фотографии. Очень такое естественное, прикольное. Мне нравится. Я просто никогда так не ходила. Можно даже их вот так вот поджмакать как-то, да, этим пеночкой, чтобы немного зафиксировать. И всё. Мне прямо интересно, что будет дальше. А они, смотрите, ещё какие у меня, да? То есть я их не расчесывала вообще. Ни под водой, ни после воды. А они у меня вот такие вот расчесанные. Слушайте, эта поездка, конечно, она, да, с одной стороны прикольная, но очень много таких моментов, которые меня просто накаляют, понимаете? Помимо того, что мне приходили, и я не могла включить сама телевизор, то есть я ждала, про меня забыли. Потом пришли ко мне делать этот телевизор. Я стояла, ждала, пока мне его включат. Что-то там какая-то система у них сложная. Дискомфорт, понимаете? Ещё и забыли про меня. Сейчас я не могу выключить свет. Вот раз свет. Это здесь. Включил, выключил. Включил, выключил. Это я поняла. Здесь. Дальше. Этот свет включает... Вот здесь, точнее. Этот свет включает здесь. Мне нужно выключить вот этот свет. И вот этот свет. Я не понимаю, где это делается. В смысле? Я же клацала его. Он ничего не выключал. Да ё-моё. Короче, спокойно. Девочки, 10 часов. Боже, что за звук. Посмотрите, как красиво. Сволнышко. И опять ремонт. Море. Вот я хочу там походить. Я только открыла глаза. Ещё даже это... Кофе не попила. Хочу кофе. Море, боже мой. Море. Люблю море. Смотреть на него как минимум. Ленечка ещё спит. Ремонт, гля. Они нас преследуют. Да, Дэнь? Котёна мой. Котёна моя, манюня моя. Так, ну что, мои хорошие. Я собралась. Напилась кофе. У меня, честно говоря, бодрячок. Чуть накрасилась. Поменяла образ. Сейчас я готова фотографироваться теперь. Вот вчера и вот утром чуть-чуть пофоткались. Как-то не была ещё готова. А вот когда проснулась уже и целый день впереди, мы сейчас выселяемся. В машину бросим вещи. И всё, вот пойдём у моря пофоткаемся. Сейчас поедем ещё в ресторан. Здесь какой-то есть. В прикольном местечке. Пофоткаемся. Ну, два-три образа, в принципе, можно сделать. Вот. Ну, и настроение уже бодряком. Не знаю, мне кажется, может, я превращаюсь в жаворонку. Я не встаю рано, конечно. В 6-8 утра я не встаю. Но вот в 10-11 я могу встать. Но самый прикол в том, что активность. У меня вот утром выпила кофе и всё. Активность, активность. А к вечеру она снижается. И на самом деле я могу спать, не спать. То есть могу до поздна. То есть от 4 до 5. Но я не активная уже. Я только смотрю сериалы. Могу покушать, посидеть, повтыкать. И вот что жаворонок? Это тот, кто просыпается рано? Это тот, кто просыпается рано? Или тот, кто ложится рано? Или по активности? Кто активничает пораньше днём, да? А вечером уже такой засыпает. Кстати, тепло здесь было. Очень тепло было. Потому что батарея топит. И у нас всю ночь была открыта форточка. И при этом мы спали. Ну, я сначала думала, вот ещё сверху одеялком. Вот одеяло, да? Оно такое лёгенькое, классное. Но очень было под ним тепло. Мы даже не укрывались, если честно. Вот в этом смысле это, конечно, важно. Ну, что тепло, чтобы было. Спали очень крепко, круто. И утром вот так вот встать и выйти на наш балкон. Я не знаю, ещё раз я его подсниму. Но выйти на наш балкон и всё вот это дело углядеть, посмотреть. Углядеть, да. Господи, где мои слова нормальные. Посмотреть на море. Этого того стоит. И у нас, кстати, совсем, ну вот, 60 километров от Ростова. Вот у нас такое моречко. Моречко. Вот. В общем, выходим. Уже время. Кися моя, до моря добрался, да, скажи? Камушки. Камушки кидаем в море. Та-дам! Класс. Ты счастлив? Мама на море тебя свозила хоть на сутки. Кидай. Та-дам! Ну, побежали по берегу. Давай, Таня, беги. А что ноги иксом, крестом? Икс? Неизвестный. Да ты специальных ставишь. День мой, ты здесь, мы всегда рядом. Я твой путевод, а ты мой мотиватор. Знаешь, что ты самый главный смысл. И ты важней всего, а тебе все мысли. А тут фотосессия проходит пока. Не кривляйся. Смотрите, как Таня. А вы говорите, я злыдня. Посмотрите. Надуменное лицо. Сделай стерву. Ты что, девочка? Иди отсюда, давай, да? Слышь? Ой, здравствуйте, помогите! Начинать! Дэнни, ну давай ей немного украшения на голову. Ну что, как я чувствовала, мы сделали прекрасные просто фотографии. Сейчас мы едем в Дон Марио ресторанчик. Здесь там европейский квартал красивый. И тоже там, может, даже еще переоденусь и пофоткаю сначала так, потом это там. Все, мы уже сели, навигаторы включаем и помчали. Фотки, кстати, очень клевые. Заходите в мой инстаграм, смотрите, реально классные прям. Единственное, что солнце утром, да, вот сейчас уже пол первого, тяжело поймать прям суперфотку, но нам удалось. А вот и наш европейский квартал. Девочки, как нас сюда посылали просто, вот, мы идем, нас посылают. Идите туда, потом туда, в обратную сторону. Блин, мы пол Таганрога прошли, если честно, чтобы добраться до этого места. Уже и голодный, и холодный, и замерз. Я с сумкой. У меня одна переодевашка здесь. Сейчас возьмем кофе, что-нибудь сладенькое. Давай сюда быстренько иди. Вот такое вот хорошенькое местечко. Красивенькое. Мне кажется, что здесь может быть очень красиво. Вау, телефонная будка, глянь-тайнь. Пофоткаемся везде. Так, принесли. Эй, ребенок. Ой, я сейчас макароны чьи-то съем. Ой, ням-ням, я сейчас кушаю. Давай ешь. Макароны с пармезаном, это любимая наша еда. То, что он будет есть, и поэтому... Мне омлетик. И сейчас еще, кстати, должны сырнички принести. Кофе просто замечательный вообще, зашибеческий. А, Таня, глянь, какой круассан красивый принесли. Просто зашибись, блянь. Скажешь потом. В общем, отличное местечко. Очень красиво, очень много фотографий. Я уже говорила, обязательно в Инстаграмчик. На тебя тень падает. Моя тень на тебя падает. Сейчас я пойду переодеваться. Мне этот образ, кстати, очень нравится. И вот в этой штуке обалденно тепло. Кому интересно, где я ее брала, это на моем втором канале. Там обзорчик в Уху Бокс. Обалденно теплое. Ну, конечно, внизу у меня еще шерстяная кофточка. Поэтому мне тепло. Идемте, идемте. Я переоденусь сейчас. Звезда, звезда. Девчонки вкусно кормят. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Покажи, покажи. Классно. Вау. Как здесь классно. Все безбачки. Какой у меня фоке вообще там зашеленье? Я все что. Я буду костюм одену. В туалете. Давай. Чай, да, в дорогу хочу купить. Сладенький такой классный чай. Здесь есть витамины цитрусовые с грейпфрутом, со всеми делами. Вот, смотрите, сколько тут вкусняшек всяких. Мы не все, конечно, попробовали. Далеко не все. Место обалденное. Еще бы сюда вернулись. Денечка, иди на улице погуляй, солнышко. Фотосессия крутая. Короче, вторая, вот второй день просто весь идеальный. Идеальный. Вот. Вчера вечер, конечно, не очень мне понравился. Ну, ладно. Сейчас в дорогу отправимся, чай в дорогу беру. А, мама чай берет, витамины. Закрой двери, холодно девочкам. Иди вон, иди вон с Танечкой постой. Иди, Станей, постой. Так, ну что, я уже поделилась впечатлениями, что мне круто вот в сегодняшний день, он весь вот просто по плану, прям вообще. А тебе как? Да, выходной вообще супер. А вчера, ну тебе как? И вчера хорошо, наверное, да, и сегодня? Ну, и вчера хорошо было, да. Ну, тебе по кайфу. Я вчера жаловалась вообще, что мне не понравилось. Нет, ну на самом деле изменился гриммич уже не тот. Но, в принципе, в целом все хорошо довольно-таки. Мы давно ждали этого дня, да, этого отдыха. И в целом я отдохнула. От моря успела взять энергетики немного? Да, да, да. И я. Побегали, Денька покидал камушки, да. Супер. Таньку любит, невозможно. Таня, Таня, а где Таня? Идем к Тане, хочу Таню. Вот тебе Таня, идите. Ты легко одета? Да. Мне вообще не холодно. Да, не знаю, в одеяло, наверное. Нет, у меня что, вот этот лук вообще не холодный? Что вот эта вот беленькая курточка короткая? Вообще не холодно, мне даже шарко. Лижняя часть. Меня, видимо, это прет вообще кофе. Я вот сейчас чай сделала. Адреналин. Адреналин, да. Настроение хорошее, прям все супер. А вот рядом с этим европейским кварталом вот что творится. Мы сначала не поняли вообще, мы туда пришли. Здесь разгром какой-то. Нас реально вели, тут знаете, как говорят, язык до Киева доведет. Я поняла. Это не в том смысле, что язык до Киева доведет, а в том смысле, что тебе нужно вообще куда-нибудь в Крым, а он тебя до Киева доведет. Вот реально. Сколько было уже такого? Просто девушки, где европейский квартал? Она говорит, вы его прошли. А мы шли как раз в правильном направлении, просто чуть запутались. Вы прошли. И мы вот это вот с сумками, со всеми делами, просто обошли тут все. В итоге пошли туда, куда надо. Торможем. Фух, ну что, сели в машину, попрощались с Танечкой уже. Мы отсюда едем как бы на разных машинах, поэтому кто-то вперед уедет уже, кто-то назад. Друг за другом не едем вот так, чтобы не зависеть друг от друга. Кто-то быстрее, кто-то медленнее там и так далее. Вот сейчас я в восторге, я вот прям удовлетворена и настроение как. Все, дома кошка ждет, я переживаю, честно говоря. Как там моя милочка кошечка? Да ее пристегнуть надо, все, и мы отправляемся в дорогу. Как наша кошечка? Тено. Вот так, скажи, я вас ждала. Вы где были вообще? Вы где вы, Тимо? Ставили меня? Кошечка, Данька. Тено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тимоненький. Мама. Мама. Тимоненький вот это. Все скучилось, Коша. Ты как без нас тут ночевала? Все скучилось, девочка. Мы вернулись. Сейчас посмотрю, все съела ты? От это... Съела всю еду, наверное. От нервов, да? Мы же бывает едим. Так, все, сейчас вещи соберу. Приехали. Слушайте, девчонки, балдеж. То, что я не укладывалась вообще никак, не расчесывалась. Ну, утром я уже расчесалась, да? Я имею в виду, вчера помыла голову. И вот реально оставила их вот так вот. Ну, после полотенца, да? Распустила и оставила. Обалденно. У меня сегодня есть фотосессия. И все-все-все. Мне нравится, как эта стрижка смотрится вообще без каких-либо укладываний. Она очень такая спонтанная, прикольная. Прям меня не напрягает. И мне кажется, что, боже, что на голове. Отлично вообще. Я буду практиковать. Я хочу сделать то же самое, только просто немного, знаете, там пожмакать вот так вот. И пеночкой еще сбрызгнуть. Чтобы были более такие очертаемые волны. И чтобы еще чуть-чуть объемчика было. А так в целом вообще, согласитесь, стрижка огонь у меня оказывается для ленивых. Сейчас полистала фотографии ВКонтакте свои, которые вообще старые. Все там смотрю, ура, 100 тысяч подписчиков на канале. Такая радость. Да, на самом деле, что блогерам стало быть, ну, все сложнее на самом деле. Уже не удивишь ничем подписчиков. Конкуренция большая. Люди вкладывают деньги. Они уже начинают видеть, что этим можно заработать. Что это очень хорошая работа, если вкладываться. Вот если у людей есть деньги, да, они могут и придумать и контент. Купить себе свет, звук, продумать все на свете. То есть нанять людей, актеров, да, там вот все, что хочешь уже делать, да. И продвигать в рекламу, вкладывать. И очень быстро поднимется, в принципе, канал. Ресурсы есть, вот если деньги есть, да. А вот так, чтобы вот человек, у которого ничего нет, просто взял и начал снимать. Это надо уже ухищриться. Потому что много то, что снималось раньше и было интересным. Сейчас уже никого этим не удивишь. Поэтому нужно удивлять, удивлять. Я в поисках. Я в поисках, девочки. Чем же вас удивить? Так, но у меня все равно идет прирост. Вот что я люблю в Ютубе, да, что отписок как таковых. Ну, они всегда есть, конечно, маленькие отписки и большие приписки. То есть в любом случае всегда там, ну, сейчас получается так, в месяц более тысячи подписчиков новых приходят ко мне. Вот, то есть получается, ну, это может быть, может быть, 100 человек в день, может, 50 человек в день. Вот так, да. Но вот в месяц более тысячи новых подписчиков. Я вас приветствую. Кто совсем недавно подписался, привет, отзовитесь в комментариях, напишите что-нибудь. Почему подписались? Что вам понравилось? На каком видео подписались? Вот кто подписался буквально вот в ближайшие последние там 3 месяца или полгода, вот. Отзовитесь в комментариях, мне даже интересно, вот правда, какое видео вы посмотрели и почему решили подписаться. Любопытно. Дайте обратную связь. Вот, что хотела сказать. Все, короче, мы уже пришли, немного я освоилась. И так как работа не стоит на месте, да, сейчас мне нужно поехать в Фаберлик, забрать свой заказ. И будет отдельная распаковочка, я там заказала костюмчик, девочки. Их все разобрали, я не взяла в тот раз костюм. Блин, мне кажется, они крутые, потому что вещи в Фаберлик я люблю. Вот, ну, короче, на втором канале будет распаковка. И посылку в магазине, девочка заказала посылку, мне нужно ей отправить посылочку, обещала уже, поэтому я сейчас побегу на почту. И, милочка, солнышко, она же ходит, тут моя девочка, кошечка, побежала. Я же приехала, а у нее вся ее вкусная еда закончилась. Очень она любит у меня, этот, я вам говорила раньше, что, типа, я не хочу ее кормить им, но я зашла в один магазин. Как он? Ну, известный вот этот вот. Кисть, ну, сейчас мы сходим за вкусняшками. Бля, я забыла, как называются, девочки. Мусор, посмотрю сейчас. Я же ей вчера последнее отдала, и мы ушли. Господи. Райл Канин, да, Китон. Для котят. Вот такой. С мусора достала, вам показала, да? Вот такой вот, да, для котят я беру, и мне нравится брать желе, там есть кусочком, есть желе. Мне нравится желе, потому что удобно делить. Там как раз 85 грамм, а она у меня пока что ест 40, да, ее порция это 40 грамм сухого или мокрого, я так понимаю, да? И я ее напополам делю, даю, допустим, там, утром или вечером, или вечером даю, потом утром. В общем, у нас на два раза вот хватает. Я прям сейчас вот пачками беру большими, вот. И то, и то ей нравится, она прям вообще за обе щеки. А, почему я начала его брать? Потому что сухой корм, сухой корм, опять забыла название, у меня сейчас я еще это, акклиматизация. Блаю, грандург, да? Мне сказали, что это все с одного завода, что это один даже завод. И, типа, ничем не хуже там, как бы, ну, в общем, состав нормальный, хороший, и хорошая это вот еда. Поэтому, просто что-то, знаете, я вот там услышу, там услышу, и что-то мне говорят, что роялканин, что ли, хуже стали делать, чем раньше. А, ну, раньше это вообще, типа, одна из лучших была еда для животных. Вот. Ну, я услышала, что плохой стал, да, а я для кошечки, для своей все самое лучшее хочу. Что-то там унюхала, кайфует от запаха. Вот. Поэтому я сейчас ей наберу, она очень любит вот эту мягкую еду, прям вообще, прям это праздник для нее. Она сразу там ластится и ластится. И вот сейчас мы пришли, и ничего нету. Она ходит, просит. А что там-то унюхала, вилка? А ну, понюхай. Понюхай, что там. Да не тут-то. Короче, я с вами прощаюсь, общаюсь, общаюсь и прощаюсь до следующих видео. Вот. И, я не знаю, сегодня или завтра начну снимать уже украшения квартиры. Вот. В целом отдохнули, мозг освежился. В любом случае, когда мы ездим куда-то, да, и вот так вот проводим время, мы не работаем. Ну, то есть, да, мы с Танюшкой там и снимали немного, да, немного снимали на самом деле, потому что неудобно было. Мы же парились, и нельзя с собой камеры там особо брать, да, и друг друга просить, напрягаться, потому что люди отдыхают, мы отдыхаем, мы не отдыхаем. Вот, вот, чуть-чуть там поснимали, вот, буквально друг друга, ну, у Тани было кому снимать ее. Вот. А я больше, конечно, отдыхала. И получается, что ты все равно отдыхаешь. Вот, потому что здесь ты прям вот то снять, это снять, туда побежать, это сделать, это сделать, а там нету. Там нету, там другие условия. Поэтому ты волей-неволей отдыхаешь, поэтому мне вот важно иногда просто уезжать. Вот. В целом все очень понравилось, да, сегодняшний день скрасила вообще все-все-все, все минусы, которые там могли встретиться. Все. Мне осталось разобрать вещи, но это сейчас я сбегаю, потому что сейчас уже скоро все закроется, и надо быстренько успеть. Вот. Короче, с вами прощаюсь, я вас люблю, целую, жду комментарии от вас. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, потому что я знаю, меня смотрит очень много людей, для которых подписка не принципиальная. Они смотрят и смотрят, потому что я где-то в рекомендациях высвечивалась. А вы возьмите и подпишитесь, если вы еще не подписаны. Потому что для блогера это всегда важно, это очень приятно. Вот. А еще нажмите на колокольчик, на уведомления, чтобы вам приходили уведомления. Вообще. Все. Люблю вас, целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok